Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, все те любители биологии, которые выбрали для сдачи единого государственного экзамена наш предмет биологии. Давайте познакомимся. Меня зовут Алексея Валентина Валентиновна. Я доцент кафедры зоологии и экологии. Преподаю цитологию и генетику. Я являлась экспертом по биологии в несколько компаний. И сегодня я хочу проконсультировать вас по некоторым основным сложным вопросам, которые встретятся в ЕГЭ по биологии 2020 года. Вашу презентацию. Структура работы осталась без изменений. По-прежнему 28 заданий с разным уровнем сложности, 12 заданий базовый, 9 заданий повышенный уровень и 7 заданий высокий уровень. Экзаменационное время для выполнения заданий ЕГЭ по биологии в 2020 году также составит 210 минут или 3,5 часа. По структуре контрольно-измерительные материалы содержат две части. В первой части 21 задание. Обратите внимание, что в первой части уже нет вопросов с одним и единственным выбором ответа. Значит, представлены все варианты заданий, они разнообразны. Посмотрите, 6 заданий с множественным выбором ответов из предложенного списка. 6 заданий на установление соответствия элементов двух множеств. 3 задания на установление последовательности систематических таксонов, биологических объектов процессов явлений. 2 задания на решение биологических задач по цитологии и генетике. 1 задание на дополнение недостающей информации, посмотрите, в схеме. 2 задания на дополнение недостающей информации в таблицах. И 1 задание на анализ информации, которое представлено либо графически, либо в табличной форме. Вторая часть содержит 7 заданий с развернутым ответом. Эти все 7 заданий являются повышенным уровнем заданий. В этих заданиях ответы формулируются и записываются самостоятельно вами в развернутой форме. Вот в данной таблице я хочу вам объяснить, как распределяется задание по частям дезинфляционной работы. И посмотрите, выполняя первую часть, 21 задание, вы можете набрать 38 первичных баллов. То есть максимально по первой части вы можете набрать 38 первичных баллов, что будет соответствовать 66 баллам в пересчете на 100%. И я думаю, даже ребята, которые выполнят первую часть, 21 вопрос, прекрасно с ней справятся и могут набрать 66 баллов. И если они не успеют по каким-то причинам перейти ко второй части или не смогут осилить задание второй части, то 66 баллов – это достаточно хороший итог ЕГЭ по биологии. Но вторая часть 7 баллов высокого уровня дает вам максимально первичный балл 20 баллов. Это оставшиеся 34 балла до 100%. Это все задания с развернутым ответом. Результаты каждого предметного испытания дают определенное количество баллов. Существует несколько их критерий. Есть пороговые критерии. Это так пороговыми называют минимальное количество баллов для успешной удовлетворительной сдачи экзамена. То есть порог – это значит, если вы перешли пороговые значения, значит, вы справились с ЕГЭ по биологии. Если не перешли, значит, вы экзамен, ЕГЭ по биологии, извините, завалили. Максимальные баллы есть. Максимальные баллы – это то количество баллов, которые вы сможете получить, ответив на вопросы первой и второй части. Ну и по биологии максимально можете набрать 100 баллов. Есть еще минимальный проходной балл для поступления. Минимальный проходной балл для поступления, он очень важен. Почему? Потому что вы должны знать, какой минимальный проходной балл для поступления существует в том ВУЗе, который вы выбрали для поступления. Я хочу сказать вот о чем, что все образовательные учреждения установили планку баллов, с которой можно подавать документы на зачисление. Ну, например, в ведущие медицинские вузы по России минимальный балл для поступления колеблется от 45 до 100 баллов. Но в зависимости от того, как вы поступаете, на бесплатную, на бюджетную форму или платную форму. Ну, и хочу отметить, что, конечно, в центральные вузы на бюджетную форму обучения, на бесплатную форму обучения, в среднем необходимо 70-80 баллов по биологии. Вот. И еще обращаю ваше внимание вот на что, что пороговую разбаловку устанавливает всем вузам России Рособорнадзор. И по предмету биологии в 2020 году пороговый балл составляет 16 первичных или 36 тестовых баллов. То есть для того, чтобы перейти порог, вы должны набрать 36 и более баллов. Для поступления, конечно, вам нужно гораздо больше баллов. Ну, сейчас с этим разберемся. Вот. Сейчас, пока мы говорим о пороговых баллах и минимальных баллах, я хочу как раз указать вам, дать вам важную информацию по Бурятскому государственному университету. Вот в данной таблице представлены все направления подготовки, направления или, скажем так, специальности, где нужна для поступления биология. Это 8 направлений. Биология, экология, природопользование, химия, экологическая безопасность, психология, психолого-педагогическое образование, физическая культура, лечебное дело, информация. В данной таблице представлены, посмотрите, количество бюджетных мест в этом году, минимальный балл, при котором вы можете подать документы. То есть 40 баллов вы видите, в основном 40 баллов, это тот порог, при котором у вас могут взять документы. Если меньше 40, 39, вы даже не сможете к нам подать документы. Посмотрите, на лечебное дело порог уже повышается, 43 балла по биологии, на фармации 42 балла. Дальше. И последняя графа, последний столбец, это проходной балл в 2019 году. Это тоже очень важная информация. Проходной балл в 2019 году. На него, на этот проходной балл, можно сориентироваться, посмотреть, значит, прикинуть ваши силы, ваши возможности. И когда у вас уже будут итоги ЕГЭ, вы можете посмотреть, проанализировать эту таблицу и подавать документы уже на то или иное направление или специальность. Вот проходной балл 2019 года. Посмотрите, от 117 на биологии, где средний по одному предмету составил 39 баллов. Ну, понятно, в этом году это будет больше. И максимальный проходной балл в прошлом году был на психологии. Он составил 191 в сумме за три предмета. И тогда средний по одному предмету будет 63,66. Вот такие направления, специальности. Вы можете проанализировать их. И мы с удовольствием ждем вас для поступления в Брятский государственный университет. Теперь непосредственно к тем трудностям или к тем сложностям, которые очень часто вызывают у вас затруднения. Я хочу обратить внимание на сложные разделы. В первую очередь, конечно же, ботаника и зоология. В данных разделах вопрос обязательно вызывает. Вопрос систематика, систематические категории, таксономические единицы. Систематика растений и животных – это задание 8, 9, 10, 11. Пожалуйста, тоже обратите внимание. Вот я раздел по темам делаю из предложенного ФИПИ демонстрационного варианта ЕГЭ по биологии на 2020 год. То есть демонстрационный вариант по биологии, он есть в интернете, он доступен. Вы прямо так можете и заказать его, забить в поисковую систему. И затем сможете уже сориентироваться, какие примерно, на какие вопросы, на какие задания нужно обратить внимание. На втором месте по значимости трудных вопросов стоит организм человека и здоровье. Это физиологические процессы и системы органов. Посмотрите, в первую очередь принцип работы эндокринных желез. Надо обратить на это внимание. Строение виды анализаторов. К сожалению, по анализаторам бывает множество ошибок. Образование мочи в организме. Это тоже вызывает затруднения образования первичной и вторичной мочи. Чем они отличаются друг от друга по составу, по количеству. Это задания 12, 13, 14 и 20. Далее идет блок вопросов по клетке. В первую очередь клетка – это элементарные децестроения. Поэтому необходимо знать ее строение, знать состав органоидов, выполняемые функции этими органоидами. И посмотрите, наиболее сложные вопросы этой темы – это клеточный цикл. Клеточный цикл. Сюда будет входить метоз, миоз, гометогенез. В первую очередь нужно вам четко знать определение этих вопросов и характеристику фаз. Пожалуйста, пока есть время, повторите. Далее идет по значимости, по трудности. Обмен веществ и энергии в животных и растительных клетках и хемосинтез. Это задания номер 4 и номер 5. Особую роль в КИМах занимают биологические задачи. И поэтому сегодня мы с вами разберем именно навыки решения биологических задач из раздела молекулярной биологии – это задания 3 и 27. И из раздела генетика – это задания 6 и 28. То есть вот то, что выделено голубым цветом, сегодня мы с вами и более подробно и разберем. Итак, задание 3. Посмотрите, в какой теме или в каком блоке встречаются эти задания. Генетическая информация в клетке, хромосомный набор, соматические половой клетки и решение задачи. Получается, по молекулярной биологии. То есть вы должны знать, что вся генетическая информация в клетке содержится в молекуле ДНК. Вы должны знать, что такое соматические клетки и половые клетки. Соматические клетки – это клетки тела, которые всегда диплоидны, содержат двойной набор хромосом. И половые клетки – это гометы, которые всегда гаплоидны, то есть содержат половинный набор хромосом. Хромосомный набор – это количество хромосом, которая характерна для каждого вида животных, растений, микроорганизмов. Есть даже такая наука, кариосистематика, которая как раз изучает хромосомные наборы всех видов живых организмов. Итак, задание 3. Первая задача. Посмотрите. В ядрах клеток, в слизистой оболочке кишечника позвоночного животного 20 хромосом. Какое число хромосом будет иметь ядро зиготы этого животного? В ответ запишите только соответствующее число. Ну вот и решение мы начинаем с вами рассуждать. Для соматических клеток, это все клетки, кроме половых позвоночных животных, характерен диплоидный набор хромосом 2N. Зигота – это одноклеточный зародыш с диплоидным набором хромосом 2N, которые образуются в результате слияния двух как раз гомет – яйцеклетки и сперматозоиды. Каждая из гомет имеет гоплоидный набор хромосом. Когда две гометы сливаются, N плюс N, как раз и восстанавливается диплоидность двойной набор хромосом. И посмотрите, клетки слизистой оболочки, кишечника, как и все остальные соматические клетки позвоночного животного, имеют диплоидный набор хромосом. То есть, исходя из условий задачи, 2N равно 20. Так как в зиготе тоже диплоидный набор хромосом 2N, значит, число хромосом в зиготе тоже будет равно 20. И вот вы обязательно должны прописать слово «ответ» и цифру «20». То есть, в решении вы должны написать несколько своих высказываний, в каком направлении здесь вам я показала, в каком направлении должно быть ваше рассуждение, и обязательно чётко сформулировать на ответ из одной цифры. Идём дальше. Второй вариант, или второй тип задач на эту же тему. Определите число молекул ДНК в анафазе второго деления миоза при образовании гомет у зелёной лягушки, если число хромосом в диплоидной клетке равно 26. В ответ запишите только число. И вы начинаете рассуждать. Вчитываетесь ещё раз в задание и смотрите, что деление-то у нас миоз. Миоз, вспоминайте, это деление, состоящее из двух делений. Первое деление редукционное в миозе. Оно сразу уменьшает количество хромосом и сразу будет гоплоидность. Но каждая хромосома будет состоять из двух хроматитов. И вот во втором делении миоза, посмотрите, анафаза. Во втором делении миоза, посмотрите, гоплоидные клетки с половинным набором хромосом, но каждая хромосома всё ещё двойная из двух хроматитов. И вот эти две хроматиты, они в анафазе второго деления миоза будут растягиваться, расходиться к полюсам. Но это всё ещё одна клетка. Поэтому вы должны учитывать это в отличие от телофазы. И вот, пожалуйста, для решения, что вы пишете. В анафазе миоза 2, в делящейся клетке, гоплоидный набор хромосом N2C. То есть гоплоидный набор хромосом, но каждая хромосома из двух хроматитов. Число молекул ДНК равно количеству диплоидному количеству хромосом в клетке. По условию задачи диплоидный набор хромосом у лягушки равен 26, значит, в анафазе миоза 2 в клетке лягушки будет 26 молекул ДНК. И вот примечание, посмотрите, обратите обязательно внимание, это нас запомнят, что в анафазе миоза и в анафазе хмеоза учитываются все хромосомы и молекулы ДНК, находящиеся в клетке, а не только на одном полюсе. То есть, если у вас в задании будет прописано, сколько хромосом или сколько молекул ДНК на каждом полюсе или на одном полюсе клетки, тогда вы будете писать 13 цифр. А пока у вас вопрос состоит полностью в клетке, количество ДНК, значит, нужно учитывать оба полюса. И тогда получается 13 плюс 13 – 26. И в ответ вы прописываете 26, число 26. И еще один вариант заданий или типа задач по третьему заданию. У плодовой мухи дрозофилы в соматических клетках содержится 8 хромосом. Сколько хромосом в половых клетках? Опять в ответ нужно записать только соответствующее число. Решение. Соматические клетки, это клетки тела животных, содержат диплоидный набор хромосом 2Н, половые клетки, циклетки, сперматозоиды, гаплоидный набор хромосом Н. В условиях задания указан хромосом набор для соматических клеток плодовой мушки дрозофилы. 2Н равно 8. Следовательно, в половых клетках дрозофилы будет содержаться половинный набор хромосом, то есть 8, мы должны разделить на 2, получится 4 хромосомы. То есть гаплофаза у плодовой мушки дрозофилы будет содержать всего 4 хромосомы. И вот почему гаплофаза будет содержать половинный набор хромосом, еще раз напоминаю, потому что 2 гаметы должны сливаться, и тогда будет восстанавливаться диплоидный. Поэтому Н плюс Н равно 2Н. Так, переходим к заданию 27. К заданию 27. Это уже опять решение о задаче по цитологии, но на биосинтез белка, то есть генетическая информация в клетке и биосинтез белка. Генетическая информация в клетке содержится в молекулах ДНК. Молекула ДНК содержит информацию о всех видах белковых молекул, о всех видах РНК, информационной, рипосомальной, транскрипционной и транспортной. Вернее, транспортной, прошу за оговорку. И для того, чтобы построить белок, вы должны знать, что ДНК хранит информацию. С нее информация списывается во время транскрипции на ИРНК. По ИРНК в цитоплазме будет уже синтезироваться белок из аминокислот. То есть в данном вопросе вы должны четко осознавать, что такое нуклеотиды, из которых состоит молекула ДНК и РНК, и что такое аминокислоты, из которых строятся белковые молекулы. И самое главное, существует принцип комплементарности, по которому вот эти три вида молекул, соотносятся одна относительно другой. По ДНК строится ИРНК, по ИРНК строятся уже белковые молекулы. Должны помнить, что в ДНК состоит из четырех нуклеотидов А плюс Т, Г плюс С. Все молекулы РНК содержат уже другие немножко нуклеотиды. И Т заменяется на уроцил, тиминовый нуклеотид на уроциловый. И поэтому комплементарные нуклеотиды РНК будут А соответствуют У, У, Г соответствуют С. Ну и само задание. Сколько нуклеотидов в участке гена кодирует фрагмент белка из 25 аминокислотных остатков? В ответ опять нужно только соответствующее число. И пояснение к задаче. Каждую аминокислоту кодируют три нуклеотида. Это одно из свойств генетического кода. Соответственно, если три нуклеотида на одну аминокислоту, то 25 аминокислот кодируется 75 нуклеотидами. То есть 25 мы умножаем на 3 и получаем цифру 75. Второй тип задач в задании 27. В молекуле ДНК количество нуклеотидов с гуанином составляет 20% от общего числа. Сколько нуклеотидов в процентах с тимином в этой молекуле? В ответ запишите только соответствующее число. И опять начинаем. Исходя из принципа комплементарности в ДНК, а адениновому нуклеотиду соответствует киминовый, гуаниновому нуклеотиду соответствует цитозиновый, мы начинаем рассуждать. Что количество разных видов нуклеотидов в составе молекулы ДНК подчиняется правилу Чиргафа. То есть количество аденина будет равно количеству тимина. А, соответственно, количество гуанина соответствует количеству цитозина. То есть вот эти нуклеотидные пары, вы видите, А двойная связь, Т, Г тройная связь, С. Поэтому количество всех нуклеотидов ДНК составляет 100%. Посмотрите, это будет адениновый, плюс тиминовый, плюс гуаниновый, плюс цитозиновый. Согласно правилу Чиргафа, количество гуанина равно количеству цитозина, то есть Г равно С, и это все равно 20%. А сумма тогда количества гуанина и цитозина равна 40%. То есть 20 на гуаниновый нуклеотид, 20 на цитозиновый нуклеотид, получается 40%. И тогда на тимин и аденин остаются оставшиеся 60%. То есть А плюс Т равно общая сумма 100% минус Г плюс С. И тогда 100 минус 40 равно 60%. Это на два нуклеотида, так как пара. А так как аденин и тимин содержатся в молекуле ДНК также в равных количествах, то 60 делим на 2 и получаем, что на аденин 30%, на тимин 30%. И теперь посмотрите, вопрос какой был в задаче. Сколько нуклеотидов в процентном отношении с тимином в этой молекуле? То есть мы даем ответ 30%. Так, ну задача, пример задачи 3 на задание 27 уже повторяется. Также только увеличилось количество аминокислот. Белок состоит из 100 аминокислот. Определите число нуклеотидов в молекуле ДНК, кодирующей данный белок. И ответ запишите только в соответствующее число. Каждую аминокислоту кодируют 3 нуклеотида. 100 аминокислот кодируют 300 нуклеотидов. То есть 100 умножаем на 3. И ответ записан в цифру 300. Примерно такой же тип задания 27 в задаче 4, то есть как и в задаче номер 2. То есть опять с процентным соотношением по количеству нуклеотидов. Значит, ну я думаю, ход рассуждения здесь, значит, уже ясен. Вот. Но тем не менее, в молекуле ДНК 100 нуклеотидов с тимином, что составляет 10% от общего количества. Сколько нуклеотидов с гуанина? В ответ пишем только соответствующее число. Теперь посмотрите. Количество разных видов нуклеотидов, аденина, тимина, гуанина и цитозина в составе молекул ДНК подчиняется, как мы уже знаем, правилу Чиргафа. Количество аденина равно количеству тимина. То есть сколько аденина, столько и тимина будет. Сколько гуанина, столько и цитозина. Иначе не выполнится правило комплементарности. Так вот, количество всех нуклеотидов ДНК 100%. Исходя из условия задания, это значит в общей сумме 1000 нуклеотидов. То есть посмотрите, 100 нуклеотидов с тимином – это 10%. 10% – это 100 нуклеотидов, значит 100% – это 1000 нуклеотидов. И вот согласно правилу Чиргафа, количество тимина равно количеству аденина. Это будет А, количество А, значит, равно количеству Т и равно 100 нуклеотидов. Сумма количества тимина и аденина равна в сумме 200 нуклеотидов. Ну и тогда получается, что на вторую пару гуанина и цитозина остается 800 нуклеотидов. То есть 1000 минус 200 равно 800. Раз мы знаем, что 800 нуклеотидов – это на пару, то на один из нуклеотидов – гуанин или цитозин – приходится по 400 нуклеотидов. То есть мы 800 делим на 2. И в ответ пишем одну единственную цифру – 400. Значит, пятое задание или пятый тип задач, более сложный, непосредственно на биосинтез белка. Итак, сама задача. Какой антикодон транспортный РНК соответствует триплету ТГА в молекуле ДНК? И вот сначала мы рассуждаем, рассуждаем, потом будет решение. И вот начинается рассуждение или пояснение. Триплету ДНК матричной транскрибируемой цепи соответствует по принципу комплементарности кодон и РНК. То есть на ДНК будут соответствовать урацилу на и РНК, киминовому нуклеотиду будут соответствовать адениновой, цитозиновому, гуаниновой и гуаниновому цитозиновому. То есть всё это принцип комплементарности. Второе рассуждение. Кодону и РНК, в свою очередь, по принципу комплементарности, будет соответствовать антикодон ТРНК, транспортный РНК. Опять А и РНК соответствуют У на ТРНК, У на И РНК будут соответствовать А, простите, на ТРНК и так далее. С будут соответствовать Г, а Г будут соответствовать С. При этом надо учитывать, что в молекулах РНК нет кимина, так как он во всех молекулах РНК заменён на урацилу. Это не забывайте, пожалуйста, правила. И вот для решения задачи сначала по триплету ДНК, принципом комплементарности находим кодон и РНК. Триплет ДНК ТГА, видите, соответствует кодону и РНК А, С, У. По найденному кодону и РНК, по найденному кодону и РНК, вот, ещё раз, триплет ДНК ТГА, вот он нам дан, задачи дан, ТГА. Ему соответствует кодон и РНК по принципу комплементарности А, С, У. По найденному кодону и РНК находим комплементарный ему антикодон транспортный РНК. Кодону и РНК А, С, У, будет соответствовать антикодон ТРНК У, Г, А. И вот теперь, представитель. В заданиях данного типа рассматривается молекула, участвующая в синтезе белка. Под молекулой ДНК подразумевается всегда матричная, транскрибируемая цепь ДНК, а матричная транскрибируемая цепь, я вам подскажу, будет начинать всегда с пять штрих конца. То есть в заданиях всегда это будет каким-то образом указано. И теперь посмотрите, в ответ пишем кодон У, Г, А. Итак, антикодон транспортный РНК называется У, Г, А. Этот антикодон принесет свою аминокислоту, которая будет необходима для синтеза белка. Еще раз посмотрите, триплет ДНК, ему соответствует кодон и РНК, кодону и РНК соответствует антикодон ТРНК, и, соответственно, все это идет по принципу комплементарности. Поэтому мы пришли к такому триплету, как У, Г, А. Так, ну, второй тип задач на биосинтез белка. Эта задача немножко сложнее, она немножечко длиннее. Но я думаю, мы сейчас с ней тоже разберемся, уложимся. Итак, сама задача. Фрагмент начала гена имеет следующую последовательность нуклеотидов. Вот дана молекула ДНК, участок молекулы ДНК – это фрагмент одного из генов. И вот верхняя цепь ДНК, она смысловая, потому что она начинается с 5 штрихов и идет в направлении к 3 штрихов. Вторая часть, нижняя часть, это уже как бы комплементарная или транскрибируемая. Она синтезируется на основе смысловой. Так вот, сама задача. Ген содержит информативную и неинформативную части для трансляции. Информативная часть гена начинается с триплета, кодирующего аминокислоту метионин. То есть, аминокислота метионин и триплет, который кодирует аминокислоту метионин, называется инициатор. То есть, это начало гена. Он не несет информации. С какого нуклеотида начинается информативная часть гена? Первый вопрос. И дальше. Определите последовательность аминокислот во фрагменте полипептидной цепи. Ответ поясните. Для выполнения задания используйте таблицу генетического кода. Значит, лучше, конечно, если вы запишите себе вот этот участок гена. Запомнить надо, что участок молекулы ДНК, который начинается с 5 штрих в сторону 3 штрих, он является смысловой. То есть, именно он будет подвергаться транскрипции. Значит, сейчас я вам представлю таблицу генетического кода. Вот в заданиях, в КИМах, таблица генетического кода в 27 задании, она представлена. Вам ее учить не надо, значит, приносить с собой не надо. То есть, в КИМах она есть. Значит, посмотрите, как пользоваться этой табличкой. Вот первый нуклеотид, ну мы знаем, что каждая аминокислота кодируется триплетами. Должно быть три нуклеотида. Вот первый нуклеотид в колонке, в колонке вертикальной. Первая вертикальная колонка – это первый нуклеотид. Второй нуклеотид горизонтально расположенного здесь наверху, я вам показываю. И вот последняя колоночка – это у нас третий нуклеотид, или написано третье основание. И тогда получается у нас триплет. Например, УУУ. И вот на пересечении всех трех нуклеотидов у нас получается аминокислота фенилаланин. Или, например, УЦУ – аминокислота сирин. Или, например, меняется опять второй нуклеотид УАУ, тогда аминокислота тирозин. Дальше посмотрите. В табличке генетического кода вот аминокислота аминокислота, аминокислота АУГ – это триплет-инициатор, это начало гена. И есть вот три пропуска, это три некодирующих триплета. Это так называемые стопкодоны, стопкодоны – знаки препедания. Эти стопкодоны обозначают конец смысла гена, конец предложения. Для, допустим, рибосомы именно стопкодон имеет информацию о том, что все, синтез белка закончился. Итак, к задаче в первую очередь сначала дадим пояснение. Значит, посмотрите, вот она по принципу комплементарности. Посмотрите, я возвращаюсь назад. Вот 5-4-3-штрих – это смысловая часть молекулы ДНК. Посмотрите, ТАА, она начинается, да, триплетом ТАА. Дальше, смотрите. Вот мы должны найти цепь и РНК по принципу комплементарности. В ДНК было ТАА, в РНК уже начинается с триплета УАУ. То есть ТАА в ДНК соответствует У в РНК. УАА, да? Вот. Информационную РНК написали по принципу комплементарности. Дальше. Смотрите. Информативная часть начинается с третьего нуклеотида ТАА на ДНК, так как кодон АУГ кодирует аминокислоту метианин, то есть триплет-инициатор. Ну и последовательность аминокислот находим по кодонам и РНК в таблице генетического кода. И тогда будет, посмотрите, первое – метианин, потом триптофан, СЦГ – аланин, ЦАУ – кирозин, АУА – из лицин, значит, и ЦАУ – дистидин. Алгоритм выполнения задания. Значит, как вы прописываете? Вот смысловая ДНК и РНК, они синтезируются. По условию сказано, что синтез начинается с катона, которым закодирована аминокислота метианин. По таблице генетического хода находим триплеты ИРНК, которые кодируют метианин, АУГ. По принципу комплементарности определяем, что информативная часть гена и в транскриппированной цепи ДНК будет начинаться с нуклеотида Т. Это триплет 3-штрих ТАЦ. И в ответ будем записывать. Информативная часть начинается с третьего нуклеотида Т на ДНК, так как кодон АУГ кодирует аминокислоту метианин. Последовательность аминокислот находим по кодонам информационной репонуклеиновой кислоты в таблице генетического хода, начиная с триплета АУГ. То есть откидываем два нуклеотида, вот, и начинается у нас метианин, трианин, аланин, тирозин, изолицин, гистыгин. Белок из 1, 2, 6 аминокислот. Гексапептид называется. Переходим к заданию 28. Переходим к заданию 28. Это задачи по генетике. Вот в прошлом году, в 2019 году, в задачи по генетике добавился новый тип задач на анализ родословной. Именно поэтому я остановлюсь сегодня на этом новом типе задач по анализу родословной. Итак, задание 28. Первая задачка. По родословной, представленной на рисунке, установите характер наследования признака, выделенного черным цветом. Ну, доминантный или рецессивный признак и сцепленный или не сцеплен с полом. Генотипы детей в первом и втором поколении. Значит, табличка, или схема, схема родословной. Вы ее начинаете анализировать. К схеме родословной даны все условные обозначения. Кружок обозначается женщиной. Квадратик обозначается мужчина. Соединение кружочка и квадратика обозначает брак. Если от этого соединения вниз пошла вертикальная линия вниз и показан либо кружок, либо квадратик, это значит дети от этого брака. Если кружок или квадратик заштрихованный, значит, это говорит о том, что проявляется исследованный признак. То есть признак проявляется, в данном случае мы видим, признак проявляется в каждом поколении. Но вы должны еще видеть, что в данном случае на этой схеме показаны три поколения. Первое поколение – родители, второе поколение – дети, и третье поколение – это уже внуки. Теперь смотрите. Признак доминантный, так как передается в каждом поколении. Признак не сцеплен с полом, так как передается в равной степени дочерям и сыновьям. И мы можем определить генотипы родителей. Женщина – рецессивный генотип, а малая-малая мужчина – гетерозиготный генотип, а большая-малая – с признаком. То есть мужчина имеет признак. Генотипы детей в первом поколении – все девочки – гетерозиготы с признаком и могут встречаться гомозиготы без признака. Мужчины – гетерозиготы с признаком. И генотипы потомков F2 – мальчики – это гетерозиготы с признаком. Теперь посмотрите. Мама с рецессивным признаком, папа, раз у него признак проявляется, гетерозиготные, а большое-малое. Первое поколение детей есть, посмотрите, и у девочек, и у мальчиков не сцеплен с полом, значит. Посмотрите, есть белый кружочек, белый квадратик, значит, это рецессивные гомозиготы. В данном случае здесь закрашенный кружочек и квадратик, еще раз говорю, да, значит, этот признак проявляется, и, значит, здесь, скорее всего, тоже гетерозиготы, потому что один из родителей был гомозиготин-рецессивный. Поэтому здесь чистых линий не может быть, в принципе. Поэтому здесь все гетерозиготы. И посмотрите опять от брака гетерозиготные дочери, которые выходят замуж за муж, муж у нее имеет гомозиготин-рецессивный признак у него в рецессивном состоянии. И вот проявляется, мама передает этот признак своему сыну. Вторая задача. Посмотрите, здесь уже другой вариант родословный. Но задания какие? На рисунке родословной установите характер проявления признака какой? Доминантный или рецессивный? Признак обозначен черным цветом. И определите генотипы родителей детей в первом поколении. Опять все то же самое. Условные обозначения повторяются. Так, мы видим здесь, посмотрите, сколько поколений? Раз, это родители. Первое поколение дети F1 и второе поколение дети F2. Три поколения. Мы видим, что, смотрите, признак есть в первом поколении, у родителей. В первом поколении у детей нету. Во втором поколении у детей появился у мальчиков. У детей только мальчик. Получается, мама была, бабушка была носителем этого признака и теперь мальчик. То есть мы видим, что, скорее всего, что мы делаем, какой признак рецессивный проявляется через поколение. Генотипы родителей, мама рецессивный, отец, мама рецессивная по гомозиготе, поэтому признаку отец гомозиготин по доминанту признаку, а может быть и гетерозиготный. И тогда генотипы детей, сын и дочь гетерозиготный, а большое и малое, допускается, конечно же, иная генетическая символика, не искажающая смысл задачи. И третий тип задач на анализ родословной, последний тип задач. Посмотрите, по изображенным на рисунке родословной определите и объясните характер наследования признака. Доминантный, он или рецессивный, с цеплин с полом или не с цеплин с полом. Признак выделен черным цветом. Определите генотипы потомков, обозначенных на схеме цифрами, посмотрите, 3, 4, 8 и 11. То есть одна из линий. Ну, немножечко нужно опять порассуждать. В первую очередь мы видим, сколько поколений родители, дети, второе поколение внуки, правнуки, праправнуки. Итак, раз, два, три, четыре, пять поколений родословных, пять поколений. Мы видим, признак проявляется не в каждом поколении, поэтому мы делаем вывод, что это признак рецессивный. То есть доминантный признак проявляется в каждом поколении, в каждой линии бы проявлялся. А так как существует проскок в поколениях, то это значит рецессивный признак. Теперь давайте проанализируем, порассуждаем, с цеплин он с полом или не с цеплин с полом. Посмотрите, у первого поколения только мужская особь, во втором нету, в третьем поколении номер восемь, опять мальчик, номер семь, опять мальчик, в четвертом поколении нету, в пятом поколении номер двенадцать, опять мальчик. Значит, что мы делаем? Вывод какой? Сцеплин с полом, признак, посмотрите, выделенный черным цветом является рецессивным, сцеплин с хромосомой, вот, и сцеплин с полом мы делаем вывод. Мужчина с признаком восемь, у него дочь без признака, это дочка одиннадцать, внуки один с признаком двенадцать, как мы объясняли уже, второй без признака тринадцать, то есть от отца десятого они получают Y-хромосому, а от матери одиннадцать они получают одну X-хромосому с рецессивным этим признаком, ну, условно, геном А. А другой, значит, ген будет X-A большое, и в ответ генотипы людей, обозначенных на схеме цифрами 3, 4, 8 и 11, это у нас был вопрос. Номером три, женщина-носитель, мама, X несет А большое, вторая хромосома X несет А малое, то есть мама гетерозиготная по этому гену, она является носителем. Четвертый номер, это осик мужского пола без признака X-A большое, Y, то есть А большой не несет этот признак. Восьмой номер, мужчина опять, осик мужского пола, мужчина с признаком X-A малое, Y, вот это X-A малое уже в мужском генотипе, если она появилась, значит, она уже несет признак. Потому что вторая Y-хромосома, она, извините меня, этого признака уже не имеет. Одиннадцатый номер, женщина опять носитель, то есть получается опять гетерозиготное состояние по этому гену. Ген находится в X-хромосоме, и каждая хромосома несет разные аллели этого гена. X степень, X-A доминантная, и вторая X-хромосома, X-A рецессивная. Таким образом, вот мы нашли ответы, проанализировав эту задачу, мы нашли ответы на поставленные вопросы и дали генотипы всем четырем особям, потомкам от этой родительской пары. Вот здесь я представила эту же родословную, вот с указанием, да, ну как бы вы тоже можете именно так сделать на листе ответа, значит, чтобы не сбиться. В данном случае вот на этой схеме показано, что ген находится в X-хромосоме, в рецессивном состоянии. Вот она, X-A малая Y, это вот в первой линии, значит, мужчина с признаком. Дальше женщина, гумазиготна по этому гену, по доминантному гену, X-A большой, X-A большой. А вот уже от этого брака, вот она появилась дочка, девочка, которая гетерозиготна является по этому гену. У нее признак не проявляется, но эта девочка, когда вырос, является носителем этого гена, и вот она выросла, она выходит замуж за здорового мужчину без этого признака. И вот у них от этого брака, от мамы-носительницы этого признака и от здорового мужчины, значит, появляется мальчик, который также имеет, посмотрите, X-A малая Y, то есть имеет X-хромосому с рецессивным геном. Ну, опять этот мальчик вырастает, женится, скорее всего, либо мама опять может быть гетерозиготной, либо мама может быть гумазиготной по доминантному гену. Ну, опять у них девочка-носитель, и опять от этой девочки, ну, потом в будущем уже матери-носителя, появляется сынок, мальчик, с проявляемым признаком X в степени малая и Y. Второй мальчик будет здоровенький, не будет иметь этого признака. То есть признак, я тут оговариваюсь, да, признак может быть, как нести, например, какие-то отклонения от нормы в развитии, какие-то наследственные заболевания, а может быть, просто какой-то физиологической особенностью. И вот второй мальчик не будет иметь этого признака, будет здоровым. X в степени Y. Так, ну, ребята, вот то, что я вам приготовила, я вам рассказала. Может быть, будут вопросы. Пока вопросов нет, но хорошо. На этом мы с вами заканчиваем. Да. Кор solar. Знаю, мы с вами заканчиваем. Мы с вами.